ВИТА КАСАНТХАНА СУТТА УСТРАНЕНИЕ ОТВЛЕКАЮЩИХ МЫСЛЕЙ МАЧХИМАНИКАЯ 20 Я слышал, что однажды Благословенный пребывал в Савадхе, в роще Джетты, в монастыре Анатхапиндики. Там он обратился к монахам. — Монахи. — Да, учитель, — отвечали монахи. Благословенный сказал, — когда монах намеревается тренировать возвышенный ум, то есть пять вещей, на которые он должен обращать внимание в должное время. Какие пять? — Бывает, что неблагие, неумелые мысли, насыщенные желанием, отвращением или невежеством, возникают в уме монаха, когда он уделяет внимание определенной теме. Ему следует уделять внимание другой теме, отдельной от этой, связанной с тем, что умела. Когда он уделяет внимание этой другой теме, связанной с тем, что умела, то тогда эти неблагие, неумелые мысли, насыщенные желанием, отвращением или невежеством, оставляются и утихают. С их оставлением он утверждает ум, делает его собранным, сосредоточенным. Подобно тому, как умелый плотник или его ученик использовал бы небольшой колышек, чтобы выбить, выдворить, вытащить большой колышек. Точно так же, когда неблагие, неумелые мысли, насыщенные желанием, отвращением или невежеством, возникают в уме монаха, когда он уделяет внимание определенной теме, ему следует уделять внимание другой теме, отдельной от этой, связанной с тем, что умела. Когда он уделяет внимание этой другой теме, связанной с тем, что умела, то тогда эти неблагие, неумелые мысли, насыщенные желанием, отвращением или невежеством, оставляются и утихают. С их оставлением он утверждает ум, делает его собранным, сосредоточенным. Если неблагие, неумелые мысли, насыщенные желанием, отвращением или невежеством, все еще возникают в уме монаха, пока он обращается к этой другой теме, связанной с тем, что умела, то ему нужно пристально рассмотреть изъяны этих мыслей. Следующим образом. В самом деле, эти мои мысли неумелы, эти мои мысли заслуживают порицания, эти мои мысли приведут к страданию. И по мере того, как он пристально рассматривает изъяны этих мыслей, неблагих, неумелых, насыщенных желанием, отвращением и невежеством, они оставляются и утихают. С их оставлением он утверждает ум, делает его собранным, сосредоточенным. Подобно тому, как молодая девушка или молодой человек, довольствующийся украшениями, были бы шокированы, унижены и испытали бы отвращение, если бы труп змеи, собаки или человека повесили бы им на шею. Точно так же, если неблагие, неумелые мысли, насыщенные желанием, отвращением или невежеством, все еще возникают в уме монаха, пока он обращается к этой другой теме, связанной с тем, что умело, то ему нужно пристально рассмотреть изъяны этих мыслей следующим образом. В самом деле эти мои мысли неумелы, эти мои мысли заслуживают порицания, эти мои мысли приведут к страданию. И по мере того, как он пристально рассматривает изъяны этих мыслей, неблагих, неумелых, насыщенных желанием, отвращением и невежеством, они оставляются и утихают. С их оставлением он утверждает ум, делает его собранным, сосредоточенным. И если неблагие, неумелые мысли, насыщенные желанием, отвращением или невежеством, все еще возникают в уме монаха, пока он пристально рассматривает изъяны этих мыслей, ему следует перестать уделять внимание этим мыслям. По мере того, как он перестает уделять внимание этим мыслям, неблагим, неумелым, то они оставляются и утихают. С их оставлением он утверждает ум, делает его собранным, сосредоточенным. Подобно тому, как человек с хорошим зрением не хотел бы видеть формы, которые находятся в поле его зрения, закрыл бы глаза или отвернулся. Точно так же, если неблагие, неумелые мысли, насыщенные желанием, отвращением или невежеством, все еще возникают в уме монаха, пока он пристально рассматривает изъяны этих мыслей, ему следует перестать уделять внимание этим мыслям. По мере того, как он перестает уделять внимание этим мыслям, неблагим, неумелым, то они оставляются и утихают. С их оставлением он утверждает ум, делает его собранным, сосредоточенным. Если неблагие, неумелые мысли, насыщенные желанием, отвращением или невежеством, все еще возникают в уме монаха в то время, как он не уделяет им внимания, ему следует расслабить конструирование мыслей по отношению к этим мыслям. По мере того, как он расслабляет конструирование мыслей по отношению к этим мыслям, неблагим, неумелым, то они оставляются и утихают. С их оставлением он утверждает ум, делает его собранным, сосредоточенным. Подобно тому, как если бы идущий быстрым шагом человек подумал бы, «Зачем я иду быстро? Почему бы мне не пойти медленно?» И вот он идет медленно. Мысль приходит к нему «Зачем я иду медленно? Почему бы мне не встать?» И вот он встает. Мысль приходит к нему «Зачем я стою? Почему бы мне не сесть?» И вот он садится. Мысль приходит к нему «Зачем я сижу? Почему бы мне не лечь?» И вот он ложится. Таким образом, оставляя более грубую позу, он принимает более легкую. Точно так же, если неблагие, неумелые мысли, насыщенные желанием, отвращением или невежеством, все еще возникают в уме монаха, в то время, как он не уделяет им внимания, ему следует расслабить конструирование мыслей по отношению к этим мыслям. По мере того, как он расслабляет конструирование мыслей по отношению к этим мыслям, неблагим, неумелым, то они оставляются и утихают. С их оставлением он утверждает ум, делает его собранным, сосредоточенным. Если неблагие, неумелые мысли, насыщенные желанием, отвращением или невежеством, все еще возникают в уме монаха, по мере того, как он расслабляет конструирование мыслей по отношению к этим мыслям, тогда со стиснутыми зубами и поджатым к небу языком ему следует сбить, заставить уйти, сокрушить свой ум своим умом. По мере того, как он со стиснутыми зубами и поджатым к небу языком сбивает, заставляет уйти и сокрушает свой ум своим умом, эти неблагие, неумелые мысли оставляются и утихают. С их оставлением он утверждает ум, делает его собранным, сосредоточенным. Подобно тому, как если бы сильный человек схватил слабого за голову, глотку или плечи и стал бы бить его, давить и заставлять уйти, точно так же, если неблагие и неумелые мысли, насыщенные желанием, отвращением или невежеством, все еще возникают в уме монаха. По мере того, как он расслабляет конструирование мыслей по отношению к этим мыслям, тогда со стиснутыми зубами и поджатым к небу языком ему следует сбить, заставить уйти, сокрушить свой ум своим умом, по мере того, как он со стиснутыми зубами и поджатым к небу языком сбивает, заставляет уйти и сокрушает свой ум своим умом, эти неблагие и неумелые мысли оставляются и утихают. С их оставлением он утверждает ум и делает его собранным, сосредоточенным. И теперь, когда монах уделяет внимание другой теме, пристально рассматривает изъяны этих мыслей, перестает уделять внимание этим мыслям, расслабляет конструирование мыслей по отношению к этим мыслям, сбивает, заставляет уйти, сокрушает ум своим умом, утверждает свой ум, делает его собранным, сосредоточенным. Тогда такого монаха можно назвать «хозяином путей», по которым движутся мысли. Он думает такие мысли, которые хочет думать, и не думает таких мыслей, которых не хочет думать. Он разрубил жажду, отбросил путы, и за счет правильного прозрения в самомнение положил конец страданиям и печали. Так сказал благословенный, и монахи, порадовавшись, восхитились его словам.